Уже около года российский народ задается вопросом, доколе отечественные телевизионщики будут издеваться над легендарными личностями ушедшей эпохи. Бесконечное копание в грязном белье на передачах типа «Пусть говорят» и прямой эфир порядком надоел нашим гражданам. В то дело в сети не только вспыхивают бурные дискуссии о необходимости преобразования сетки вещаний отечественного эфира, однако возы ныне там с похожей проблемой столкнулись не только жители России. Подобные «грязные» телепроекты оккупировали экраны на всем постсоветском пространстве, а некоторые зарубежные политики даже пытаются бороться с этой нехорошей тенденцией. «Я тебя зарою» Стриженова с вываливающейся грудью Мата Морала у Малахова, к примеру, новоиспеченный премьер-министр Армении Никола Пашиняну же озадачился проблемой нравственного оздоровления вещания в своем государстве. Наше телевидение понижает образовательный цен с нашего народа, например, приоткрытые окна аналог российского шоу с Андреем Малаховым, Прим, Рэд и все тому подобное. В Новой Армении люди не должны смотреть, как кто-то копается в чужом белье. «Мы никого ничего заставлять не будем, но серьезный разговор с генеральными директорами телекомпании состоится», заявил политик. «Интересно, если Пашинян выполнит свое обещание и расчистит от скверный телевизор армянских обывателей, его примеру последуют представители политических элит из других стран, сможем ли мы, зрители России, требовать таких же преобразований у себя?» «Мы решили выяснить, как оздоровление эфира в соседней стране повлияет на наше с вами вещание». С этим вопросом ДНИРУ обратились к члену экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадиму Манукяну «Да, это весьма интересный сигнал». Еще ни разу на постсоветском пространстве лидер страны не высказывался о том, чтобы закрыть скандальный шоу, главной целью которых является перетряхивание грязного белья известных людей, что самое безобразное, в том числе и людей уже умерших. «Если этот прецедент в Армении все же произойдет, то я надеюсь, что это станет очень мощным сигналом к нашему Андрею Малахову в том плане, что он со своими темами шоу тоже однажды может надоесть и его выгонят с федерального ТВ за то, что он долгие годы верой и правдой понижает образовательный цен с российского народа», — пояснил Вадим.